Технико-экономическом расширенном уже вебинаре, вечер, среда и, собственно, я думаю остались новички. Давайте пройдем опросник, чтобы понимать, какой процент у нас людей новичков, кто первый, второй, третий, четвертый и более раз. Пожалуйста, пройдите опросник. Сегодня уже такой более расширенный вебинар, чем прошел в 19 часов. В 19 часов я дал очень кратко, на 45 минут, самую главную информацию про проект. Вот, собственно, 7, 8. Конверсия, на самом деле, друзья, я хочу сказать, что у нас фактически иногда даже 100% конверсия бывает тех людей, кто пришел на вебинар для новичков, там был в первый раз и тут остается. Соответственно, я рекомендую приглашать максимум вообще людей, хоть 100 приглашайте, хоть 1000, без разницы. Они не уйдут с неразъясненной информацией и с неотвеченными вопросами, потому что мы тоже с Сергеем Анатольевичем каждый раз улучшаем вебинары для новичков и в идеале мы создадим, так скажем, идеальный вебинар для новичков, который запишем на студии, есть на то связи, средства, знакомые в Москве. И, собственно, это будет материал уже для новичков именно с визуализацией и так далее. Это будет очень мощный материал, который, я думаю, что в 2016 году мы подготовим. Точную дату месяц не буду называть, чтобы не быть голословным. Ну и, собственно, далее это будем все переводить на различные языки. Почему на различные языки? Потому что на самом деле происходит ежедневное общение. То есть я 5-го числа вернулся с Индии и сейчас фактически каждый день я общаюсь с иностранцами. То есть чехи у нас активно очень двигаются. И буквально перед вебинаром Сергей Удовенко любезно предоставил возможность пообщаться с человеком, который может связать с королевской семьей Амана. То есть это один из Арабских Эмиратов с Абудаби и так далее. Также имеет связи выхода на Индию, также имеет связи выхода на Пакистан. Как вы прекрасно понимаете, что наша технология нужна в любой точке мира. И поэтому все эти контакты и связи нам очень важны и крайне важны, я бы сказал. Соответственно, мы со всеми общаемся. И несмотря на то, что сейчас праздники, и может быть для кого-то послужит удивление, что... И, кстати, забыл надеть праздничное деяние. Сегодня же Рождество всех с Рождеством, с наступающим, с прошедшим Новым Годом, потому что я еще не поздравлял. Я записал свое поздравление с побережья Гоа. И не смог, на самом деле, не вернуться с Гоа с предварительным адресным проектом. То есть, как минимум, два адресных проекта мы там придумали. И не то, что придумали, есть выходы на влиятельных людей Гоа. Но есть такой момент также, который я обнаружил по приезду с Индии, что у меня есть контакты людей, есть, допустим, телефон, есть Viber, WhatsApp. Но я вспомнил, что так как страна достаточно бедная, соответственно, на Гоа не пользуются даже смартфонами. То есть, я не могу с ними связаться ни по Viber, ни по WhatsApp. Почту также особо не смотрят, в скайпе не сидят. Соответственно, нужно будет связываться именно по телефону. Но будем прорабатывать проект, потому что очень интересный проект может получиться. Китай планировали строить и активно внедрять транспорт второго уровня. Не знаю уж, в каком виде они делали транспорт второго уровня. Но в одном из крупных городов Гоа внедряли они транспорт, но он банально рухнул. То есть, как во всех, во многих азиатских странах, проходит сезон дождей, муссоны, и, возможно, их технология не выдержала. Не выдержала того наплыва, именно серьезных осадков, серьезных объемов осадка. И в городе, возможно, это Махарадшира, сейчас я точно не вспомню название, ну, на самом деле, не так много на М городов в Гоа. И не такой большой регион, а Индия очень большая. И очень большой потенциал, на самом деле, у нас в Индии. И мы будем очень серьезно развиваться, как в Индии, так и в Индонезии. Потому что пора уже развиваться на серьезные зарубежные рынки. И также по Германии, то есть, Сергея Анатольевича уже пригласили в марте в Кёльн. И будут там презентаты. И, друзья, давайте проанализируем, то есть, этот вебинар, вообще, вот, что у нас произошло за 2016 год, за 2015 год, за 2016 год, что произойдет, даже себе не представляете. Никто себе не представляет. Я думаю, что Анатолий Эдуардович Юницкий также не представляет себе, что ждет Skyway в этом году. То есть, предполагает, но не на 100% представляет. Но хочется позавидовать визионерству, на самом деле, нашего предводителя, генерального директора, генерального конструктора, изобретателя технологии Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. То, что даже на картинках у нас нарисованы на промежуточных опорах солнечные батареи. Ну, собственно, в этом тренде сейчас развивается компания Tesla, Elon Musk. И я вот сегодня на дневном вебинаре сам узнал, немножко вылетел, естественно, из информационного содержания, испытывал информационный голод, потому что интернет в Индии очень медленный. Опять же, вот, кстати, с приходом Транснет в Индию интернет станет быстрый, потому что в путевую структуру вшито оптоволокно, более 10 различных сигналов, мобильные, частотные, радиосигналы. И, соответственно, придет действительно очень мощная коммуникационная цивилизация. Таких проблем, которые вот я сейчас понял, что я испытываю, связаться с людьми с Индией не будет, когда там будет Транснет. И, соответственно, вот заговорил про компанию Tesla. Компания Tesla планирует внедрять повсеместно и вообще через 5-6 лет перевести большую часть мира на потребление альтернативной энергии. То есть, солнечной энергии, это очень актуально для азиатских стран, это, кстати, очень актуально для многих северных регионов России, несмотря на то, что там снег, но там очень серьезная солнечная активность. И нам необходимо использовать тот транспорт, который был бы экологичным, потому что тоже вот на вебинаре дневном для себя тоже так отметил, очень серьезный нюанс, что солнечные батареи перестают работать при очень серьезном смоге в современных мегаполисах. То есть, отложение цемента, когда на них попадает, они просто перестают работать. И их эффективность значительно снижается. И поэтому наш транспорт, транспорт рового уровня, будет абсолютно востребован. Именно даже в сфере применения Элленом Маском, я верю и уверен, одно из таких вот желаний лично с ним познакомиться, лично пообщаться на бизнес-темы, на возможность совместного сотрудничества. Я думаю, что это абсолютно достижимо, потому что, несмотря на то, что мы все развиваемся именно вот с компанией Тесла сейчас в различном направлении, это все равно одинаковые направления, это очищение и создание именно экогенной технологии. Не техногенной технологии, а именно экогенной. То есть, преобразование и очищение нашей планеты, планеты Земля, нашего дома. И многие люди сейчас это понимают и очень радостно осознавать, что Элон Маск, серьезный предприниматель, миллиардер, это также понимает. Я думаю, что в этом плане с компанией Skyway будет только сотрудничество, взаимодействие с Энергией. И когда мы будем формировать уже седьмой технологический уклад, то тут будет плотное взаимодействие, потому что, ну, как я понял, от SpaceX Элон Маск постепенно начинается, то есть, прошли испытания, прошел запуск более чем трех летательных аппаратов, неудачные, и, собственно, были потрачены миллиарды долларов. Но, собственно, если бы Элон Маск инвестировал в нашу технологию, во-первых, мы бы значительно ускорились по нашему развитию, во-вторых, он бы имел очень серьезные активы и дивиденды в будущем, которые он смог бы инвестировать, допустим, на направление солнечной энергетики. Но я вполне не исключаю, что у нас также появится серьезное направление и личное, так как, действительно, на каждой промежуточной опоре, на анкерных опорах, которые будут являться станциями, высотными зданиями, жилыми, офисными зданиями, также будут находиться солнечные батареи. Соответственно, возможно, нам в нашем холдинге придется, это как посчитает нужным именно Анатолий Эдуардович Ницкий. Ну, возможно, появится какое-то направление, допустим, sky-solar, то есть, солнечная энергетика. И, друзья, вот это я могу сказать будущее, но то, что мы с вами сейчас делаем, это уже настоящее. То есть, можно сказать, что уже мы без нескольких месяцев, месяцев, несколько месяцев, так как у нас год считается за 10 лет, то месяц будем считать за 10 месяцев, мы уже фактически находимся на демонстрации, на сертификации. Я уверен, что она пройдет летом, максимум осенью. Думаю, что пройдет летом. Поедут первые юнибайки, и действительно, мир поймет, что транспортового уровня начинает шагать по планете. Это станет максимально очевидно всем. Будут присутствовать серьезные представители властей различных континентов, различных государств, и, соответственно, просто понесутся адресные проекты. Но если проанализировать, что произошло за 2015 год по нашему развитию, то развитие стоит отметить очень серьезное по адресным проектам. То есть, мы только начали инициировать, только начали развивать, но уже в конце 2015 года я лично увидел очень серьезное увеличение активности и то, что действительно те регионы Российской Федерации, не важно, других стран, которые узнают о технологии Skyway, и которым грамотно донесены перспективы и преимущества внедрения технологии Skyway, как точки входа юнибайков, так и будущего городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, что активно сейчас исследуется и подтверждается уже австралийскими специалистами, когда будет получен документ, что может произойти и такое, что действительно формирование финансирования, закрытие произойдет просто финансирование корневой технологии, даже может просто австралийскими инвесторами, когда они убедятся на основе своих уже конкретных, современных исследований, датируемых 2016 годом, что действительно технология Skyway самая перспективная в мире, то есть это будут уже не независимые исследования Уэльского университета и так далее, а конкретно уже исследования их специалистов, вполне возможно, что произойдет закрытие уже в первом квартале 2016 года. Об этом мы говорим открыто, чтобы люди, те, кто действительно желает проинвестировать и проявить уважение в проекту в виде инвестиций и пожертвований, можно сказать, на технологию Skyway, в зависимости от суммы, то есть кто-то уже проинвестировал на достаточно крупные суммы, у Сергея Анатольевича в рядах инвесторов есть рекордсмены, то есть на сотни тысяч фунтов. Сейчас эти люди активно наблюдают, да, действительно, хотелось бы, возможно, более быстрого развития стройки и так далее, но, друзья, мы идем, во-первых, по плану, во-вторых, мы идем вследствие финансирования, графика финансирования, и сейчас мы уже действительно можем планировать, так как очень серьезное такое нововведение было применено как рассрочка, и сейчас как раз-таки возможность планирования, именно вот как в производстве планируется поступление денежных средств и формирование подрядных организаций, формирование новых работ, параллельных работ уже может быть по высокоскоростному направлению, и планирование, самое главное, производство планирования. Сейчас, действительно, мы это можем делать, и мы можем привлекать еще больший ресурс, потенциал, интерес к проекту Skyway. И еще раз хотел бы повториться про вебинар для новичков. Отслеживаем конверсию, конверсия фактически 70-100%. Я приятно удивлен и обрадован этой конверсией. Именно те люди, которые посещают вебинары, уже уходят на расширенный вебинар, значит, человеку интересно, и, значит, заинтересовало возможность участия в проекте после вводного краткого вебинара технико-экономического для новичков. Итак, друзья, давайте проанализируем, что произошло в плане адресных проектов, то есть такое небольшое назад-будущее, в прошлое, так скажем. Произошло, действительно, запуск адресных проектов. Произошло запуск именно стратегического направления юнибайков. И как раз-таки со стратегического направления юнибайков, уже после подписания серьезных контрактов на десятки миллиардов долларов, там чуть меньше 100 миллиардов долларов подписанных контрактов, в общей сумме, это Тарса Лондон, это Одесса Киев, это различные проекты по скандинавскому полуострову, это различные проекты по России, естественно, Санкт-Петербург, Владивосток. И, друзья, мы эти все проекты будем реализовывать и проявлять, формировать интерес граждан именно с точки зрения, Андрей Федорович Ковратов ввел такое очень важное и правильное понятие, действительно, вот так же визионерству и прорицательности наших руководителей можно только позавидовать, что было введено понятие гражданской позиции. И сейчас в плане формирования существующей новой экономики на основе Кирилл Бадулин очень серьезный диалог провел с пресс-службой Skyway, в конце вебинара я поставлю, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это анализ текущей ситуации экономической по сравнению с тем, что было за прошлые годы и что нас ожидает. Но, друзья, я могу сказать, что прогноз абсолютно неутешительный. То есть, если говорить про отношение рубля к доллару, к евро, то сейчас 74 рубля за доллар, 80 рублей за евро, это абсолютно такие, кажущиеся нормальными, уже привычными цифры. Скачок огромный произошел с момента, когда я уезжал в Индию, хотел часть денег поменять в доллары, чтобы как-то сохранить их именно в плане диверсификации. То есть, естественно, все инвестировать в Skyway и в одну кубышку складывать это глупо в плане частной инвестиции, в плане финансовой грамотности. Но, друзья, тот факт, что сейчас развивается Skyway, на самом деле возникали такие мысли, но опять же, 8 правил частного инвестора останавливали вложить большую часть денег в Skyway. И подходит тот момент, когда готовятся действительно крупные инвесторы, когда у нас будоражит вовсю нефть, и я могу привести, вот это данные, причем на август, примерно 120% девальвации по сравнению со странами, чуть меньше только у Венесуэлы, 110%. 120% девальвации рубля, это на момент августа, на момент августа сейчас, я думаю, это все 160%. Что будет, это просто, я бы даже об этом не стал думать, давайте думать действительно только о положительном, о нашем развитии, о развитии проекта. Нам предстоит очень много конференций, очень серьезный прорыв в этом году, он будет, этот год для нас революционным. И те адресные проекты, которые инициированы и реализовались уже в 2015 году, они получат уже свое развитие. То есть в конце 2015 года очень серьезные договоренности были установлены с Самарским мэром, то есть Сергей Анатольевич Сибиряков пообщался и провел переговоры вплоть до заключения договора по строительству, именно применение юнибайков в Самарской области. То есть это будет адресный проект, возможно, это будет первый в России адресный проект. Арманд, вот буквально с ним мы перед вебинаром для новичков проводили переговоры на английском с представителями с Арабских Эмиратов, которые дислоцируются в Лондоне. Также сейчас отправился общаться уже с министром транспорта и туризма по внедрению адресного проекта в Ирландии. То есть это тоже уже конкретика, более чем конкретная. Я с нетерпением жду выхода с каникул представителей властей в Челябинске, я думаю, тоже получат свое развитие, наконец-то уже реальное воплощение, реальное подписание, реальная возможность и необходимость создания компании Челябинской парк. И, собственно, вся команда по адресному проекту, без которой ни один адресный проект не сдвинулся бы с места, и в том числе адресный проект по Челябинску, это Евгения, Владимир Бадулин, не Бадулин, Баклунина, извиняюсь, Кирилл у нас Бадулин. И, собственно, без команды на самом деле ничего не сделать, так же, как и наш проект начал свое развитие краудинвестинг в 2013 году, когда я лично о нем еще не слышал. В феврале 2014 года я присоединился, и с нескольких туляков, менее пяти, чем тульских ребят, простых, бравых ребят, Сергей Семенов, я обязательно хочу, чтобы все помнили этого человека, именно как активиста Skyway. Сейчас у этого человека своя краудинвестинговая платформа, возможно, по каким-то адресным проектам мы будем с ним сотрудничать, также Сергей активно сейчас развивается, но именно с момента краудинвестинга началось активное развитие нашего проекта. И сейчас мы по праву можем сказать, что вовсю идет стройка, что сейчас мы планомерно приближаемся к демонстрации сертификации. У меня лично сердце и душа радуются, когда я вижу, что промежуточные опоры уже устанавливаются. В голове я протягиваю уже струны, натягиваю, закрепляю их. Друзья, это все ближайшее будущее, собственно, все идет по графику. Сейчас, повторяю, у нас есть возможность планировать финансирование, у нас есть возможность прогнозировать. И то, чего недоставало ранее, сейчас в полной мере хватает. Но, естественно, мы должны ускариваться, потому что если мы хотя бы на минуту затормозимся, то, соответственно, мы можем затормозить демонстрацию сертификации, несмотря на демонстрацию сертификации уже городского, пассажирского и грузового транспорта. Давайте вспомним, что более 15 адресных проектов именно по внедрению грузового транспорта планируется очень масштабных, очень прибыльных в Австралии. И освоение тамторского месторождения, освоение попегайского месторождения, это очень высокоприбыльные проекты, которые можно освоить как раз-таки при внедрении грузового транспорта Skyway 2 уровня. Но все начнется с юнибайков. Как поедут первые юнибайки, так и можно сказать, что шестой технологический уклад уже начал шагать по земле в полной мере. И мы сможем с гордостью заявить, что действительно эра шестого технологического уклада начинается. Это произойдет уже совсем скоро. И, друзья, что касается начала 2016 года, планируется уже подписание, я думаю, Арманд не вернется без подписанного договора, потому что там уже конкретные договоренности по строительству проекта в Ирландии. Соответственно, начнется бешеное просто финансирование, инвестирование в этот проект. Это, возможно, будет не через партнерскую программу, это, возможно, будет через какую-то площадку. Но что для нас важно? Для нас с вами важно, чтобы это пошло, чтобы адресный проект начал свое развитие, чтобы он начал строиться, чтобы техническая документация для конкретного адресного проекта уже начала создаваться. И, соответственно, средства, которые не будут тратиться на трассировку и так далее, предварительные проектно-изыскательные работы, которые нужно проводить на месте, уже шли на финансирование КБ и уже даже на разработку именно высокоскоростной транспортной системы. Потому что высокоскоростная транспортная система это уже будет закрепление нашего вхождения в шестой технологический уклад. И, как вот мне очень нравится предсказание астрологов, то, что в 2016 году у вас пойдет все хорошо, но в 2017, 2018, 2019 году уже будет все в шоколаде. И я абсолютно уверен, мне поступает лично очень много предложений, так как я являюсь предпринимателем, я думаю, поставьте плюсики, занимается или занимался интернет-бизнесом. Поступает очень много предложений. Войди в числе первых туда-то, туда-то. Я говорю, друзья, возможно, сейчас я по партнерской программе заработаю меньше, но я сохраню человеческое лицо и я сохраню человеческое лицо в первую очередь перед самим собой, что я веду людей в тот проект, который действительно приносит благо не только людям, участвующим в этом проекте, но и всей планете. И, друзья, на самом деле, все люди, которые участвуют в интернет-проектах, может быть, в каких-то бизнес-проектах, то есть очень много инфобизнесменов, тоже очень мощных у меня в друзьях, в Инстаграм, тоже Артем Несеренко недавно подписался на Инстаграм, не знаю, это на автомате, не на автомате, но действительно наблюдают, потому что на Инстаграм я веду, допустим, свой разбавляя, также вот вам совет, если вы ведете Инстаграм, разбавляйте его своей повседневной жизнью, фотографиями с отдыха, может быть, какими-то веселыми картинками, интересными, и, естественно, технологией Skyway. И многие вот инфобизнесмены, у которых большие структуры, большие базы подписчиков, они все присоединятся, но они все присоединятся уже на той стадии, когда финансирование, к сожалению, для них будет закрыто. Но, собственно, возможность получения колоссальных прибыли по сравнению с традиционными бизнесами от 10 до 100% в год, это тоже достаточно неплохо. Когда мы уже начинали проводить первичные переговоры с потенциальными инвесторами для закрытия финансирования на адресные проекты, то люди, я могу сказать, просто хлопают в ладоши, когда слышат такие цифры, что это не какие-то форексы и так далее, что это не биржа, это реальный действующий бизнес. Вот это вот наша с вами реальность, господа. И реальность то, что сейчас все действительно падает, а мы идем на плаву, мы на гребне волны, и более того, будет замечательно, если в этом году, в 2016-м, очень знаменательным показателем для Skyway, Россия также, власти России, именно высшие власти, поймут, что действительно технология Skyway, вот Владимир Вольфович Жириновский начал уже вспоминать про струнную технологию, она может вывести, увеличить, реально увеличить ВВП многократно за короткий период. И мы повторим историю Сингапура, мы повторим историю Китая, и что говорить про Китай, я думаю, что те, кто следит на данный момент за биржей, за фондовыми рынками, заметил, что сейчас китайский рынок, вот буквально 5 января, очень серьезно взбудоражило, то есть, это очередной обвал был фондового рынка Китая, то есть, мировые фондовые рынки снижаются, несмотря на решение Китая успокоить инвесторов, все равно все ухудшается, и Китай бешено вливает более 20 миллиардов в экономику, чтобы стабилизировать рынки. Но, собственно, Россия в этом плане абсолютно не лучше, так скажем, то есть, мы выливаем ежедневно миллионы и десятки миллионов рублей, чтобы стабилизировать рубль, чтобы он не отправился в свободное плавание, но, друзья, на самом деле, что мы будем делать, когда стоимость за баррель нефти упадет с 34, вот уже 34, это абсолютно такая реальная цифра, с учетом, что на сегодняшний момент, вот в реальном времени у меня всегда Дэн Русс, открытый ресурс, замечательный ресурс, ребята подсуетились, котировки дают в реальном времени, огромная посещаемость у этого ресурса, и 34,59 на сегодняшний день. И, друзья, что мы будем делать, когда нефть упадет до 30, может быть, 25, а саудиты комфортно будут продавать при стоимости 20 долларов за баррель. Это будет конец нашей экономики и спасением как раз-таки для нас, в первую очередь, для скайвейцев, и я очень сильно, искренне надеюсь, что спасением для нашей страны, я говорю сейчас про Россию, потому что многие именно россияне, именно применение технологии Skyway и быстрый вывод из кризиса, это вот пятилетки, у нас нет пятилетки, у нас просто нет пятилетки, потому что за пять лет страну разорвут на части. Сейчас много вот этих шакалов, которые ждут момента, когда наша страна с колен пойдет уже на грудь, будет лежать, и, соответственно, тогда уже можно будет начать топтать. Мы не можем допустить этого момента, друзья, мы планировали делать партию, мы отказываемся от этого, это абсолютно правильно, потому что, друзья, дело не в партии на самом деле, дело в нашем проявлении нашей гражданской позиции, непосредственно нашей, каждого из нас с вами гражданской позиции. А когда вы будете говорить с точки зрения гражданской позиции о нашем проекте, не просто что это определенно, те, кто войдут в корневую технологию, определенно получат до тысячи процентов, которые заявляются. Может быть, получат чуть меньше на ранних стадиях, но на более поздних они получат намного больше, чем сейчас вы видите в личных кабинетах. Но самое важное, чтобы человек осознавал причастность, причастность личную именно к формированию нового мира. То есть, это уже идеология, идеология, которая должна двигать нас с вами двигать на развитие проекта, на привлечение, на вебинары для новичков тысяч, десятков тысяч. Я думаю, что мы достигнем первую тысячу, потом мы легко на две тысячи переметнемся. То есть, сейчас непосредственно структура Сергея Анатольевича, то есть, он мой вышестоящий спонсор, при запуске нового личного кабинета у Сергея Анатольевича тоже появилась структура. Я думаю, что это по праву и абсолютно заслуженно, так как Сергей Анатольевич действительно вырос в плане сетевого мастерства и сейчас многие манипуляции в плане партнерских вознаграждений, логики, просчет. Сергей Анатольевич вообще просто очень серьезно все просчитывает и сейчас уже задумывается, как охватить 10-15% населения Москвы. И это абсолютно под силу, потому что не мы классные и хорошие, хотя не без этого, конечно, а тот проект, который мы развиваем, я всегда именно привожу сравнение с замечательным фильмом, с не очень хорошим названием, возможно, «Область тьмы». Обязательно те, кто не смотрели, посмотрите этот фильм. Там есть таблетка такая, НПЗ, человек ее съедает и получает сверхспособности. Так вот, такой таблеткой для нас является Skyway. То есть, с помощью этой таблетки мы можем общаться с министрами, мы можем общаться с крупными бизнесменами, крупных корпораций. Вот нога, я раздал очень много визиток, просто встречался с людьми и у них не было с собой визиток, у меня, соответственно, не было ручек, но у меня всегда в кармане была в моих шортах визитка. И я в глазах чувствовал, видел, что, да, человек имеет там серьезный бизнес, кто-то логистические центры в США и так далее. И мы с ними обязательно свяжемся, они выйдут, потому что наш маховик и наш магнит, вот этот Skyway, он раскручивается неимоверно. И, друзья, тот факт, что уже в 2015 году, если говорить про Россию, то это ближайшая презентация Санкт-Петербурга, то есть это Елагинский остров, это серьезная очень транспортная связка, Елагинский Крестовский остров. Что касается Москвы, это Воробьевы горы, это технопарк МГУ, на базе технопарка МГУ, это первый адресный проект по юнибайкам. Что касается парка Коломенского, очень будет такой знаковый адресный проект, так как профинансировал на самом деле Александр Лебедь строительство полигонов в парке Коломенском, Ирландии, я думаю, в 2016 году мы уже Арманд вернется с конкретными и на самом деле я просто скрестил пальцы, уже в пятницу Арманд будет общаться, а кстати в воскресенье Арманд встретится с тем человеком, с которым с подачи Сергея Удовенко мы общались сегодня и собственно так как его резиденция находится и у этого человека есть связи и выходы на королевскую семью Абу-Даби, то есть это нужно обсудить с Виктором Бабуриным, с кем они общались с королевской семьей, с каким Эмиратом общались, с каким регионом, то есть есть выходы очень серьезные на Пакистан, на Индию, через это и вот этот человек появился именно на пути Сергея Удовенко, который потом передал контакты, не просто так, как не просто так появился Родхук, этот человек притянулся именно развитием нашего проекта и Сергей Анатольевич Гришин тоже не просто так съездил с делегацией, с посещением именно уже научно-производственного конструкторского предприятия и не просто так сейчас заинтересованы крупные венчурные голландские и французские фонды, то есть непосредственно с ними будем общаться Сергей Анатольевич и я, я потому что знаю французский, то есть с удовольствием вспомню французский, ну бывало, когда вот ездил в поездки по России, встречал с фузами и также доносил им про технологию Skyway, но у каждого своя точка входа, кто-то сейчас может быть сомневается, не верит, но поставьте вообще вот процентное соотношение и насколько уверенность появится действительно, когда поедут первые юнибайки, то есть насколько вообще вот можно тысячу, десять тысяч ставить, насколько все люди поверят в транспортового уровня, когда это свершится, когда это будет транслироваться по центральным телеканалам Республики Беларусь, когда это, я думаю, по зарубежным каналам, мы это в свою очередь переведем и уже будем серьезно продвигать во всех соушиал-медиа, серьезно накручивать, если это потребуется, просмотры, чтобы просмотрели и увидели это весь мир, потому что это действительно будет стоить, чтобы весь мир это увидел. И что касается дальнейшего развития по адресным проектам, как и обещали Сергею Анатольевичем Сибиряковым, сейчас мы готовим первый курс, первые люди, так скажем, которые лично с моей первой линии по Индонезии сейчас мы начали такой вот коуч, и я понимаю, я осознаю, что действительно уже можно, я имею право допустим обучать человека введению адресного проекта, начало инициации адресного проекта именно испытывая на своей первой линии, то есть в Индонезии сейчас у нас прорабатывается вопрос, Георгий прорабатывает вопрос, подготовленные уже шаблоны первым лицам, это переводится сейчас на английский язык, на французский язык, на немецкий мы переведем, и как только будут происходить зацепки, соответственно будет бешено развиваться инвестпроводящая система в той или иной стране, и друзья, хотелось бы, чтобы каждый из нас с вами понимал, именно принимал как гражданскую позицию, не важно вы с России, с Англии, с Великобританией, с Канадой, с Ирландией, нас уже более 45 стран, но очень важно понимать, что мы развиваем тот проект, это как наше дитё, сейчас мы его воспитываем, сейчас мы его поднимаем, и далее, когда уже кто-то будет пожилом в возрасте, кто-то будет в возрасте, как вот, допустим, Александр Кузнецов, молодое дарование у нас, очень активный молодой человек, который очень активно начал своё продвижение в Skyway, в Skyway Invest Group, ну, собственно, мне вот 30 лет будет, и когда будет сверхбешенная капитализация на уровне, даже не на уровне, это будет в десятки раз больше, может быть, в сотни раз больше, чем Apple, Google, там и так далее, нам будет по 35, по 40 лет, и, собственно, вот этот ребёнок, который мы сейчас заращиваем, он будет нам помогать. И давайте с этой позиции именно рассматривать участие в проекте. я очень уважаю позицию, допустим, человека, который сейчас переводит именно за свои силы, не прося средств и так далее, именно у фонда Skyway Invest Group, это Павел Ваврик, проживающий в Праге, и этот человек будет развивать чешскую ветку, очень мощно, я думаю, пойдут чешские вебинары, вот именно с такой позиции нужно и считаться, а не с той позиции, что вот как бы там 10-20 инвесторов пошли, пожалуйста, переведите личный кабинет. Давайте найдём просто тех людей, которые заинтересованы в развитии Skyway, и я всегда вспоминаю свои первые шаги в Skyway Invest Group, когда была договорённость с руководством перевода личного кабинета за деньги, за средства моего агентства и собственно я бы это сделал и бесплатно абсолютно, потому что я заинтересован в развитии этого проекта и каждый из нас с вами умеет что-то профессионально делать, кто-то умеет профессионально продвигать по сетям, соцсетям, кто-то умеет накручивать в YouTube сейчас очень модное веяние перископ и особенно молодёжи, ну и людям также, кто занимается интернет-бизнесом, на ты, так скажем, с компьютерами, рекомендую осваивать эти средства коммуникации, это вот именно онлайн видеотрансляции, потому что мы должны популяризировать в 2016 году, мы просто обязаны максимально популяризировать нашу технологию во всём мире, собственно, где вы проживаете, там и популяризируйте, пожалуйста, я на данный момент буду популяризировать в Челябинске, в тех регионах, где я бываю, где у меня есть знакомые, Сергей Анатольевич, соответственно, в Москве и в полной мере у нас заработает в 2016 году отдел адресных проектов, он уже будет состоять, я думаю, не только из Сергея Анатольевича и меня, у нас появятся люди, которые нам будут помогать, которые будут писать бизнес-планы, которые будут не отвлекать наше научно-производственное конструкторское предприятие, и вот самородка, действительно, вот я поставлю интервью, все обязательно остатись и послушайте, это действительно находку Skyway, международной корпорации, Кирилла Бадулина, это, так скажем, Сергей Анатольевич Сибиряков, ну, не второй Сергей Анатольевич Сибиряков, Сергей Анатольевич Сибиряков у нас незаменим, но это человек тоже, который является экспертом, бизнес-аналитиком, также он быстро формирует очень быстро, моментально, фактически, бизнес-планы, просчеты по адресным проектам, расчеты, и, соответственно, является экспертом в прогнозировании и в стратегическом планировании группы компании Skyway, и действительно, когда такие люди находятся у руля, когда, собственно, директором по маркетинговой части, является Виктор Бабурин, я могу со всей ответственностью заявить, что международная корпорация Skyway в нужных руках и в нужной находимся в юридической форме, собственно, я сейчас перед уже пять лет смотрел, мне тут некоторые люди написали в личные сообщения, буду потихоньку переходить на ответы на вопросы, но одно я могу сказать, друзья, что этот год будет абсолютно для нас переломным. Я думаю, что достаточно вдохновляющий вебинар, что касается Индии, я расскажу, такая вот запевка, я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем сделаем конкретные расчеты, но я приводил конкретный пример по стоимости пищевого льда. Я конкретно на практике уже убедился, насколько ценным вообще является тот бизнес, который мы будем формировать, проект «Русский холод». То есть это Онежское, Телецкое озеро, Байкал, Таймыр, это Адыгея, это вся республика Тыватом и так далее. Это достаточно мощный и серьезный бизнес. И те расчеты в триллион долларов, я думаю, что они даже занижены, потому что вот я приведу цифры в рупиях, 5 килограмм стоит 40-60 рублей, в рублях это соответственно так как рубль у нас падает, к сожалению, то это будет 78 примерно рублей за 5 килограмм. Что касается большого куба льда, это примерно 15 килограмм, то соответственно 180-200 рупий, то есть в рублях это будет соответственно не 180-200, а 170-180, то есть в рублях это будет 180-190 рублей. И представьте, что мы полтора миллиарда тонны допустим перевозим, разделите, посчитайте примерную капитализацию с учетом с того, что данный источник у нас возобновляемый, мы будем брать чистую питьевую воду только из тех источников, которые возобновляемы, если более полутора процентов либо двух процентов нельзя брать из Байкала, мы не будем этого делать. И собственно я верю, и как раз таки этим будет заниматься корпорация Skyway, этим будет заниматься Россия, потому что на территории России находится Байкал, а не Китай. Ну и Китай неспроста сейчас будоражит, потому что те страны, которые посягают на территории, и сейчас уже в привычном понимании войн таких не будет. Сейчас войны начинаются другие, они не территориальные, они информационные, они именно промышленные, они индустриальные, опускание нефти, зарубание экономики, удушение страны посредством девальвации национальной валюты, вот это вот война масштаба. И друзья, можно сказать, сейчас мы с вами находимся на фронте, мы все с вами плывем в народном экономическом ковчеге, с чем я вас и могу поздравить, потому что никакие штормы, никакие экономические бури нам абсолютно не страшны, потому что мы на правильном пути, мы на пути Skyway, и собственно строй Skyway, спасай планету, строй Skyway, спасай Россию. Благодарю за внимание, ну и сейчас к ответам на вопросы. Так, вопрос от Дмитрия с Гомеля не совсем понятно по поводу акции и покупки видеоуроков Андрея Федоровича Ковратова. По поводу акции и обязательств международной компании Skyway фактически сейчас уже отлажен механизм перевода, то есть все желающие, ну скорее всего просто все будут переведены акции, кто желает с помощью специальной кнопки и подписания договора о передаче именно своих данных в реестр головной компании и соответственно вы останетесь и при обучении и акции у вас останутся либо в фонде либо будут переведены в головную компанию. так ролик действительно параллельно шел напишите пожалуйста по идее не должен был ну и сейчас можете задать вопросы в чат то есть если у кого-то есть вопросы я с удовольствием отвечу сегодня я провожу вебинар без Сергея Анатольевича там возникло ЧП семейное ну я искренне надеюсь что вебинар этого в качестве не потерял если есть какие-то вопросы то пожалуйста задавайте если нет то будем уже подходить к завершению по Австралии по адресному проекту нет информации на самом деле это топ секрет как говорится но могу сказать что более 10 адресных проектов именно по грузовому направлению инициировано также не стоит забывать про кольцевую дорогу вокруг Австралии то есть это очень серьезный масштабный проект потенциал его в сотни миллиардов долларов и собственно он также планируется к реализации занимается этим всем Род Хук бывший директор транспортного департамента Южной Австралии соответственно этого человека называет в своих кругах мистер инфраструктура потому что он сформировал у него есть опыт формирования привлечения инвестиций многомиллиардные инфраструктурные бизнесы я думаю что войны в Российской Федерации на самом деле я повторяю что вряд ли сейчас будет прямо война в таком понимании как вторая мировая будем искренне на это надеяться я думаю что все из нас с вами загадали одно из желаний второе желание после капитализации и получения первых прибыли от адресных проектов демонстрации сертификации именно мирного неба над нашей головой мирной страны стабильной страны и такая вот шутка тоже такой тост был ну может он резким но на самом деле насколько я с индийцем и общался они все очень лояльно относятся к Владимиру Владимировичу Путину то есть во многих кафе висят плакаты и все очень очень супер лояльно относятся к России был тост за объединение Индии с Россией то есть ну кто-то жестче говорил за порабощение Индии но я думаю что так как мы объединяем мир как раз таки новая транспортная инфраструктура сможет объединить мир и я думаю что в 2016 году тоже представим анализ прогноз как Транснет вообще будет сшивать континенты материки ну вот собственно типа той аналитики которая была представлена Сергеем Анатольевичем Сибиряковым и мной по выходу России из кризиса то есть тоже в конце вебинара я это ссылку на это дам а теперь давайте перейдем непосредственно уже Кириллу Бадулину посмотрите и послушайте именно масштабность мышления я думаю наши технико-экономические вебинары Кирилл также с удовольствием в будущем посетит ну и собственно мы объединяем мир объединять мир наша каждодневная работа строй Skyway спасай планету дай дорогу в мир Транснету до скорой встречи друзья счастливо до скорой встречи до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok